Очередную встречу с жителями в режиме онлайн провел Владимир Ружицкий. Удаленный формат общения с населением введен из-за рекомендации по сохранению режима самоизоляции. Вопросы благоустройства и организации образовательного процесса после пандемии стали главными темами встречи. Мы 8 территорий вывели из лесфонда и будут обустроены паркеры зоны. В Гольде-Руево-Люберце будет 2 парка, в Томирино будет 4 паркеры зоны, в Малаховке 3, в Красково 4. И в Октябрьском будет одна зона отдыха, мы назвали этот парк Лесная Пушка. Благоустройство Люберец стало ключевой темой – очередной онлайн-встречи. Как выглядит и насколько функциональна территория, Люберчан волнует не на шутку. Жители гарнизона обеспокоены тем, что запланированный на этот год детский игровой комплекс так и не появился. Власти заверили – площадке быть. К сожалению, с пандемией и оптимизацией бюджета было принято решение не исключить ваш адрес, а перенести его на 2021 год. То есть все 3-4 двора, которые мы в этом году убрали, они автоматом перенесутся на 2021 год и без вторичного переголосования. Многих Люберчан беспокоит дальнейшая судьба памятника «Вечный огонь» в связи с расширением Октябрьского проспекта. Жители успокоили. Реконструкция проезжей части не затронет мемориал. Наташинский парк тоже преобразовывается. На вопрос, когда заработает колесо обозрения, ответили. На данный момент проводится монтаж колеса обозрения. В ближайшее время будут уже навешиваться кабины и в плановом режиме, если все будет в порядке, то 15 числа августа колесо будет запущено. Какие меры профилактики заболеваний в детских садах и в каком формате будут учиться школьники в новом учебном году? Вопросов, связанных с образованием, от жителей поступило много. Начало учебного года и проведение торжественных линейек, приуроченных 1 сентября, будут зависеть от эпидемиологической ситуации на территории Московской области и в частности городского округа Любовца. В настоящий день, по состоянию на 29 июля, проведение торжественных линейек запланировано в штатном режиме, но с соблюдением всех мер безопасности. В завершении встречи Владимир Ружицкий поблагодарил всех, кто задал свои вопросы. Все они зафиксированы и приняты в работу. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.